За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возбудительно! Молчать! Кроме того, вводится новый налог на осадки. За обыкновенный дождь 100 лир. За проливный дождь 200 лир. С громами молнии 300 лир. Молчать! Мы все можем видеть, что именно тот орган, который стверждает эти тарифы, который установит для всех нас керевство ТЖКП, который называется «Виконавчик комитета Тернівской миссии района», на протязи многих лет, самоусивается и, в принципе, не способен впливать позитивно. Саме на пользу для тернівчан на этот процесс. И все, если мы не проголосим бюджет, то это будет слухом на вашу вину. Да, да, да. Я честно разумею. Что вы не разумеете? Это же результат вашей деятельности. Это же результат вашей деятельности. Да тут же вы творите. Вы что, с этим в глаза и говорите, что это божья роса? Вам предоставили документы, вам все рассказали, и вы ничего не предприняли. Подожди. Вы еще и вечером подписываете контракт. Еще лучше подписать контракт. Уважительно надо относиться к депутатам. Потому что... Вы подписываете контракт от имени властников. Так. Властник кто у нас в территориальной громаде? Вы порушаете законы про мясное самоврядувание. Мы сейчас говорим. Мы... Мы... Это очень хорошо. Сегодня я хочу, чтобы вы послушали экс-начальника МВК, ЦРП Андрія Грунзького. Он рассказывает о ставлении керевников КПТЖКП до стану справ на дельницах КПП. А это прямым чином впливает на важность послуг и величинь тарифов. В данном случае – важность водопостачания в городе. Вы думаете, что это ваша личная думка? Вы не фахивцы. Значит, ДЗД. На город Терновку дают водичку по двум трубам. Вот они идут, две трубы. На всякий случай, если по одной трубе что-то, случилась авария, дают воду по другой трубе. В сутки мы получаем 400, 400, 400, в общем, 4000, чтобы не ворочить голову, метров кубических воды в сутки. Почему 4, почему не больше? У нас больше некуда принимать. Потому что мы и отдаем городу 4000 кубов в сутки. Дебет с кредитом. Баки полные, 4 бака. У нас на площадке общим объемом 4,5 тысячи кубов. Два маленьких по 1000, 1500 и 1100. Ну, учитывая, что там есть пожарный такой уровень. Оставляем на всякий случай, если пожар. То есть, на сутки в нормальном режиме город живет. Если режим очень плохой, тогда мы даем поменьше, там по 1000 кубов в сутки, или там по 1500 и так растягиваем на трое суток. Все тут замечательно. Теперь, умные люди, когда строили вот этот так называемый ЦРП, потому что там здесь была когда-то центральная подстанция электрическая, так оно и называется сейчас ЦРП. Они поставили именно здесь резервуары, потому что это одна из самых высоких точек. Вот здесь и немножко дальше, там на 20 сантиметров. То есть, ДЗД по цене, мы узнаем и точно скажем, значит, до 20 гривен, не больше, а точнее гривен 17-18, нам дает воду и заливает в резервуары. Они заливают вода под давлением, резервуары залиты. И потом отсюда, одним насосиком, очень маленький насос, 250 метров кубических его в час производительность, и двигатель, допустим, 50 киловатт, я так сейчас плюс в минуту, 50 киловатт. Мы даем людям всей Терновке одним насосиком воду, поскольку это наверху, значит, внизу, редукционно, да, можно пускать самотеком. Если пустить самотеком, значит, ни из Терновки не ощутить ничего, потому что там давление будет, если с самотеком атмосферы 4, ну, там стоят редукционные клапаны, значит, 2 наверняка. Это Героев космоса будет с водой, это будет Шахтерская с водой, кусочек Победы с водой, и пошел частный сектор, тут не будет, там Волково будет с водой, это самотеком. А если насосик вот это помогает, значит, мы все с водой, маленький насосик. Здесь, я потом объясню, почему, здесь работает 3 человека. Машинист насосных установок, значит, лаборант, который должна хлорировать воду установкой, хлорировать, правильно, дохлорировать при помощи электролиза, разложения соли на натрий и хлор, гипохлорид натрия, господи, так называемый, раньше хлором жидким делали, но это было очень опасно, придумали эту установку, установка замечательная и так далее, и все, и пошла водичка. 4 тысячи кубов в сутки, месяц получается 120 тысяч. Когда в конце месяца снимают показания со всех счетчиков города Терновки, получается 90 тысяч кубов по счетчикам. Платят они, не платят, это другая история. А где же девается еще 30 тысяч? 30 тысяч кубов, это тысячу кубов в сутки. Как я сказал одному из руководителей, сегодня он работает еще, говорю, не буду называть имя, тысячу кубов, это 16, 15, даже 16, железнодорожных цистерн. Он мне сказал, а что ты не меряешь рюмками, рюмками лучше и больше будет, понимаете, вот каждые сутки тысячу кубов куда-то уходят. И вот два года назад еще Гамрид Гусенич говорит, Андрюша, найди, найди, я тебя очень прошу, для того, чтобы найти, нужно было вникнуть, нужно было думать, смотреть, слушать людей, которые здесь работали и работают, которые тут работают очень долго. Ворует частный сектор, вот ворует, поливают огороды, хорошо, летом поливают огороды, а зимой поливают? Нет, не поливают. Значит, частный сектор как-то отпадает. А зимой потери те же самые? А зимой потери те же самые, что в январе, что в августе. Те же самые 30 тысяч. Крутил я, крутил, крутил я, вертел, где же может быть? Значит, получается где-то закольцовка. То есть мы качаем на город, ну, грубо говоря, на сеть, городскую сеть, и какая-то трубочка, которая когда-то была, вот это тут, тут была большая сеть трубопроводов. Шли две трубы вот эти ДЗДшные, потом шла, с Павлограда шла труба, с Павлоградского водозабора и с Федоры. И вот это тут, значит, как паутина этих было труб, и где-то какая-то трубочка, это мое мнение, возможно, я ошибаюсь, но оно вот такое аргументированное. Значит, какая-то труба с нашей сети попадает опять в ДЗД, и вот эти тысячи кубов гуляют вот так вот. Так, гуляют, а не гуляют. Теперь нашим городским властям нужно рассчитаться, или КП, это же КП, не за 90 тысяч по счетчику, а за 120 тысяч, здесь стоят, кстати, счетчики, два счетчика по приходу воды, счетчики Ирка, это аббревиатура, значит, это Харьковская фирма делает, она одна, грубо говоря, на Украине делает счетчики, они очень точные, мы их проверяли сами, возили на поверку и так далее. Два счетчика по приходу воды, что мы это самое приняли, и два счетчика, а точнее, три по уходу воды, значит, один, это самый, первая сеть, там, вторая сеть, и плюс шахта Западного Маска отсюда берет. Вот, счетчики точные, поэтому на счетчики решить нечего. И был такой нюанс, значит, Кривозуб говорит, не может быть, они врут, это все неправда, давайте поставим механический счетчик. Долван меня мучил, поставили, это не так-то просто было, поставили мы механический счетчик, ну, такой, как дома, только большой диаметром. То же самое, абсолютно то же самое, плюс-минус там 5%, ну, каждый измерительный прибор имеет свою погрешность. Было 5% или ту, в другую сторону. Теперь, 30 тысяч кубов, как же это самое, за них кто должен платить? И они это делают следующим образом, они рассчитывают стоимость воды, включают эти 30 тысяч кубов сюда, и получается 31 гривна. Если посчитать, на коленке или как угодно, значит, смотрите, себестоимость воды входит, стоимость, которая пришла на ДЗД, заработная плата вот этих трех человек, и, скажем, заработная плата двух слесарей, которые ходят, ремонтируют трубопроводы. Все, больше тут никто ничего не принимает участия. Я считал, возможно, я ошибаюсь, но это примерно порядка двух гривен куб. Один куб плюс две гривны, вот это заработная плата всего персонала, который участвует в этом деле. Давайте считать. Допустим, мы принимаем, скажите, от ДЗД по цене 20 гривен, плюс заработная плата 22 гривен, плюс какой-то доход, это будет 25, но не больше. Тобто просто ці витрати, які на все, проще було просто внести їх в собівартість цієї продукції, скажімо так, і не шукати ніяких... Ну, не, це їм так, я скажу, як діє керівництво. І ще, керівництво, значить, я звернувся до керівництва, Шульгин виїхав, Савинов виїхав, я говорю, от тут ми будем искати, от здесь, от здесь, от здесь. Я дивлюся, а воно їм не потрібне, їм воно, от це, я не хочу нічого робити, я хочу тільки сидіти, щоб гроши получати. Вы понимаете, от такое, такое у меня впечатляє. І шоб я не сказав, та зачем оно тебе надо, та ну, ради Бога. Шульгин, когда мы будем обрезати деревя? Та в этом году рано, чи поздно, а в следующем рано, так он не обрезал. А когда забор будет? Та завтра, та послезавтра. А камеры, до сих пор узнаю, камеры работают? Ні, як не робили, так не роблять. Что тяжело, 4 камеры, ну и так далее, и так далее. Тут масса вопросов, это насчет води. І така ситуація, як я особисто бачу, є скрізь в комунальному підприємстві ТЖКП. Тернівчани сплачують за повітря, яке є наслідком безгосподарності і шарлатанства, яке повністю охопило керівників комунального підприємства ТЖКП. Бутовщик! Вы только говорите, дайте нам денег, і все, ну а що ми купили, ми вам нічого показувати не будемо. Усього місця, підозра, воровстві ТЖКП. І хай цим займайте органами правоохоронки. Ну, а ви іграєте, і дадуть, ви не фахівці. Грабітель! Молчать? Грабітель? Где грабітель? Покажіть мені його! Пожалуйста, ваша милость! Дякую!